Дом 41-корпус 4 на Новомытищенском проспекте был построен в 1968 году. Возраст солидный, поэтому систематические обновления важны. В ходе капитального ремонта здесь заменили стояки холодного и горячего водоснабжения. Чуть позже, после приемки работ, подрядчики проведут новое центральное отопление. На будущее, для тех, кто здесь когда-то после нас будет жить, для них это будет еще на какой-то долгий период. А там уж к тому времени, наверное, что-то новое построят. Активными темпами идут работы и в двухэтажном доме 15Б на Институтской улице. Бригада установила здесь новую кровлю, а также стропильную систему. Теперь подрядчики утепляют чердак. Еще один адрес, где продолжается ремонт – дом 5 на 1-м Рупасовском переулке. Здесь обновляют подъезды. Сегодня мы посвятили наш объезд ремонту капитального многоквартирных домов, ремонту подъездов. Мы посмотрели ход ремонта кровель на двух домах. И здесь сейчас мы смотрим качество и строки проведения ремонта подъездов. Рабочие уже подготовили стены и потолки к покраске. Демонтировали старые светильники, информационные стенды. К началу сентября все шесть подъездов дома будут готовы. Важно, что при ремонте учитываются пожелания жителей. Вот и в этот раз они присоединились к объезду. Мытищинцы вынесли на обсуждение ряд вопросов. В центре внимания – тема ЖКХ. Вот июль месяц. У меня трешка – 60 квадратных метров. Я заплатила 34 кубометра. Возможно это, кроме счетчиков моих. Открытый диалог – важный шаг к решению проблем. Представителями администрации было принято решение провести в этом микрорайоне выездное совещание, чтобы детально обсудить каждый вопрос. Заодно встретились с жителями. Очень много у них вопросов. Поэтому мною дано поручение провести заместителю выездную администрацию для того, чтобы все вопросы, которые беспокоят жители, ответить, разобрать, понять в чем причины. И все эти причины решить, либо устранить. Контроль за сроками и качеством капитального ремонта в Мытищах продолжится. Лала Керимова, Денис Корнев, Первый Мытищинский.